МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не хотелось бы подводить итоги, потому что итог это обычно подводится, когда человек покидает свой пост, но какой-то промежуточный итог хотелось бы подвести. У нас в гостях председатель Захаровской районной государственной администрации Дмитрий Франчук. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Так, Захаровская это какая по старому стилю? Фрунзовская. Фрунзовская. И как долго вы ее возглавляете? Год и один месяц. Прекрасно. Давайте попытаемся разобраться, что вам досталось в наследство и что вы смогли изменить в лучшую сторону. Хороший вопрос на самом деле. Проблемы. Проблемы очень много было. Это и со школы, образование, дороги. Ну, стандартно, как у всех. Проблемы стандартные. Что сделали? Обновили частично классы детские. Это сделали мультимедийный технологический класс такой, где дети могут учиться моделям разным, физикой, химии, смотреть. По образцу польскому, американскому классы начинаем делать. Сделали английский бесплатно до 120 детям. То есть 120 детей бесплатно учатся английскому языку. А сколько всего детей в районе? Всего? Ну, приблизительно. Тысячи четыре. То есть смогли охватить только 120 детей на данный момент? Потому что желание очень малого детей учиться сейчас, на самом деле, английскому языку. Почему? Нет желания у детей. А какой язык дети хотят изучать? Какой хотят изучать? Скорее всего, никакой. Украинский, мы смотрим, не так плохо сдают на самом деле сейчас. Ну, я не знаю, как не желание. У меня ребенку четыре с половиной года, и он с удовольствием уже более чем полгода занимается английским языком. Вы отвели ребенка и занимаетесь. Безусловно. Да, как вы видите, скажем так, плохое слово, не люблю его называть, депрессия. Да, и мы находимся в районе депрессивного, в котором пытаемся постоянно его выводить. Родители мало занимаются детьми. То есть вот такая вот проблема есть. Те, кто хотят, они своих детей приводят, оставляют. Прошел год, дети уже сами. Но когда там будет урок? А потребность... А какой уровень преподавания вы предлагаете в настоящий момент? Сейчас это английский язык. Сейчас все английские языки. Кто, да, реализует эту программу? Волонтеры есть. Скажем, да, круто волонтер звучит. На самом деле это обычные преподаватели со школы. У нас таких сейчас два. Они из вашего района или прямо из этой же школы? Нет, из нашего района. Из нашего района. Это люди, которые окончили Мечникова, которые учились за границей, которые... Два человека. Люди, я говорю, увеличивай, конечно. Это два человека, которые учились за границей, которые учились в нашем, в Одесском, в нашем, в Одесском университете Мечникова, которые прошли английский курсы. И они для деток сделали там технологию целую. Это проходит от самых АЗОВ. Что такое буква английский, песенки английские, тексты, стихи, полностью весь. И это совершенно бесплатно? Это совершенно бесплатно. И люди все равно не ходят? По заполняемости сколько процентов отношений заполняются эти курсы? Ну, смотрите, в том году начинали 20 человек всего ходить. Сейчас 120 ходило, а уже потребность 160 выросла. И эти люди уже справиться не могут. Не могу не спросить, раз уж начали говорить об образовании. Очень было много информации, что несмотря на заявление заместителя губернатора Соломии Бобровской о том, что область готова к зиме, очень многие районы, в частности детские сады, школы, медицинские учреждения не были подключены к отоплению. Как обстоят дела в вашем районе? У нас буквально пару дней как включили, была проблема. Была проблема в том, что мы были не готовы, то, что служба, которая занимается газом, облгаз, сделала изменения. Предоплату по газу. То есть предоплату по газу нужно вносить, мы к этому были не готовы. Какая сумма? Предоплату мы, в принципе, все, кто живет в ОСМД, привыкли давно. Расскажите, пожалуйста, о какой сумме идет речь? Конкретно на район, да? Примерно на район, это минимум, я скажу, это от 151 тысячи грин. Это примерно. Плюс ситуация какая, у нас работает новый руководитель, и он не знает, которые показать раньше был, он взял их. Но нам сказали, вы должны брать конкретно столько-то газа, если возьмете больше штраф, возьмете меньше штраф. Ну, как бы, это неправильно, я считаю. Как обстоят дела и ваши отношения с районным советом? Почему спрашивают? Наверняка вы понимаете, почему. Потому что большинство глав РГА были выражены и недоверие, некоторым даже пришлось уйти. Ну, смотрите, понятно, что есть какая-то критика на меня, я молодой человек, который никогда не был в политике, да, не был ни с чем с таким связан. Политика в чем-то я не компетентен, на чем-то я расту. Конечно, моя иногда и критика на них есть, потому что они как бы взрослые люди, пытаются какую-то мысль на меня надавить. Но в последнее время мы работаем вместе. Мы сейчас запускаем проект по образованию, тренажерный зал запускаем, делаем новые электронные классы для детей, где они онлайн смогут обучаться. Это тренинг и курс. То есть пока мы работаем вместе. Пока, как бы сказать, наши интересы, они идут в одинаковом русле, на правильном. То есть работаем здесь, работаем здесь. Есть проблема у нас по обл. Трансбуду, мы сейчас вместе ее отстаиваем. Пока вместе. Как дальше будет, мне сложно сказать, потому что сами знаете, политика и это все. А вот какие политические силы представлены в районном совете? Смотрите, у нас все более конструктивные с вами работают. Конструктивные, но вот у нас в районе есть БПП, то есть солидарность группа, с ними работаем. У нас есть Батьковщина, с ними работаем. Есть ОПО-блок. Работаете с ОПО-блоком? Мы со всеми работаем. Если мы будем с кем-то против работать, понимаете? Ну, есть же которые, знаете, главное, чтобы ветер был, а мы будем против ветра. Есть ли у вас такие? Есть такие, конечно. Есть такие, которые там в чем-то не согласны. Особенно если мы интервизацию Земли делали, многим депутатам это не нравилось. Но я не скажу, что с одной партией. Это разные партии, люди все между собой знакомы. Вы же сами понимаете. Одно дело, когда партия находится в Верховной Раде, когда находится в городе, в области, когда в районе. Это лица. В основном это лица. Переживайте в городе та же ситуация, несмотря на то, что они заберут. Переживайте по себе вместе в парламенте то же самое. Знаете, мне трудно сказать, нам не было, поэтому мне трудно сказать на самом деле. Я хотел уточнить, отрадно слышать, много раз вы сегодня уже повторили об высоких технологиях, которые дошли до Захаровского района. Онлайн-обучение, интерактивные классы. Каким образом финансируется? Смотрите, это вопрос, да, это хороший вопрос. Обычно они не отвечают, но я отвечу вам на него. Первое, у нас было в свое время госбюджет приходилось, с него приходили деньги. Потом это отменили. Мы успели закупить одну такую доску, поставить у класса, оборудовать всю эту технологию. Второй класс, который мы делаем, это мы находим деньги, которые на остатках часах остались. Это за услуги, за, не знаю, родители сдавали деньги. То есть все, что собралось, что добавили в Сарай Совета, то есть через сессию, за эти деньги мы покупаем сейчас еще один такой класс. И это поддерживают депутаты сейчас, которые заинтересованы, чтобы их дети... А по поводу еще высоких... То есть их дети, только дети депутатов? Нет, 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 это вы сильно... Я имею в виду, как бы, знаете... Депутаты говорят, что их дети... Нет, так они не говорят, они говорят, а зачем... Они говорят, что вопросов много, зачем это? А зачем вот это, понимаете? А зачем вот это? А почему вы сюда деньги направляете? Я говорю, ну, ваши дети будут учиться, дети района, вы же как бы представители народа. Ну да. Все верно. Высокие технологии, ну, не заканчиваются только интернативными досками. Да, согласен с вами. Каким образом решено в Захаровском районе, решен вопрос с высокими технологиями, такими как интернет, спутниковое телевидение, айпи-тв и так далее? Айпи-тв это сильно круто, потому что район очень далеко находится от Одессы, его еще трудно покрыть. Спутниковая, ну, знаете, на каждом доме, даже разваленном доме, есть спутниковая антенна. Хотя дом разваливается, но люди покупают спутниковую антенну. Насчет интернета очень сильно покрытие укротелеком. Есть метод... Это беспроводной или проводной? Проводной. Проводной. Беспроводной только вот в планах сделать, в парке, в доме культуры, но это пока в планах. Безработица. Как обстоят дела с безработицей в вашем районе, в основном, где работают и есть ли рабочие места? Хороший вопрос, тоже в очередной. У нас нет плохих вопросов. Да, у нас нет плохих вопросов, как бы, да. Смотрите, на самом деле. Хотите, можете записать, или потом, посмотря эфир, можете задавать эти вопросы на сессии. Да. Безработица большая, ну, где-то, скажем так, процентов 35-40, а безработица есть от населения. Люди, в основном, у нас предприниматели, это маленькие магазины развиты. Знаете, вот есть модель Польши, где маленький бизнес развит. Это там 3-2 человека работают. Маленькое кафе, маленький магазин, маленькая точка торговая. И мини-кооперативы? Мини-кооперативы они отмирают. Сейчас больше уже такие заходят крупные компании, где сейчас чуть борьба идет. Люди там получают копейки от фермеров, предпринимателей, а заходит большой холдинг, который готов платить в 2-3 раза больше. Вот, собственно. Что способен производить Фрунзовский район? Чем можно привлечь инвестора для того, чтобы создать новые рабочие места? Смотрите, для меня было удивление в том году, когда мы узнали, что у нас производится вино. Люди делают домашнее вино. У нас, в принципе, есть сорт винограда, который можно выращивать и продавать. Было открытие. Но сегодня, когда через лобби губернатора были приняты поправки по поводу людей, которые занимаются малым производством вина в Захаровский район, можно что-то использовать? Люди пока пассивные в этом, на самом деле. Они пока... Знаете, каждая инновация, каждое принятие закона для каждого человека предпринимателя, он 10 раз подумает, чем что-то делать. Почему? Мир доверия? Люди пока боятся, на самом деле, что-то уникать такое. Но, тем не менее, работаете ли вы над тем, чтобы привлекать инвесторов в район? Ну, вот сейчас у нас там заходит большой инвестор, который готов платить в 2-3 раза больше людям за землю. То есть тут паника уже получается от маленьких фермеров, больших, которые работают в темную, да, и не платят налоги. Это аграрные инвесторы, я так понимаю. Аграрные, да, большие и аграрные. Сейчас вот большой проект у нас, ну, как большой, небольшой, маленький. Это хлебопекарня. Ну, хлебопекарня, знаете, район, в который 4, грубо говоря, района возят хлеб. Это и с Одессы возят, с Ширяева возят, с Красных окон. Она не возит хлеб, а у нас своего хлеба нет. Зимой когда-то задуло, буханка хлеба 15-15 гривен стоила. А когда-то была времена, когда 30 гривен. Представляете, 30 гривен. Бабушка получает 900 гривен, а за 30 гривен и хлеб купить надо. Ну, вот это вот проблема. Ну, и очень, так сказать, нишевый бизнес, который вполне может быть. Нишевый, да, который можно занять. Вполне реально. У нас пока один предприниматель есть, который над этим думает. И в том году к нам приезжал американец, не помню, в каком направлении. И он общался с ним, готов был влаживать деньги, но пока оно... Скажите, есть какие-то природные ресурсы, рекреационного плана, который можно было бы использовать? Ну, не знаю, там парки, туристические какие-то объекты? Мы об этом думали, на самом деле. Как такое? У нас только один парк есть. Шептереды называется. Но там чуть проблема с документами. В свое время были, передали его в собственность, потом в аренду брали. То есть там сложная ситуация. Вот это один проект, где можно было, мы когда думали, конный парк сделать. То есть конный парк, прогулки, это сейчас очень... Есть значительно более легкий способ привлечь туристов. Это сделать несколько фотографий со снежным человеком, и люди будут сами туда ездить. А для того, чтобы ездили, нужна транспортная развязка. Как обстоят дела с дорогой? Насчет дороги тоже интересно. Самая проблема большая у нас... Я слышал все, но насчет дорог у нас интересно. Это очень интересно. Просто у нас не интересно, у нас грустно. У нас грустно. Знаете, я вот год назад тоже был в грусти, в большой грусти. Сейчас как-то, знаете, переретировался. Я сейчас уже заинтересовался. Заинтересовался, нотация прошла. На самом деле, дороги... Вы знаете, мой коллега, который раньше был, он сейчас занимается дорогами. Как мы видим, большая проблема, это у нас остается Кучурган, раздельно. Там же дорога просто как бомбежка была. Разве только там? Ну, я говорю за проезд моего района, чтобы привлечь туристов, понимаете? По дороге не изменил до сих пор Суворово, говорят, с пушками ездить? Вот там не было, знаете, вот там еще не было. А вот тут часто бывает, смотрю, это большая проблема. Я вот недавно ехал на автобусе, я думал, мы перевернемся. Ну, это страшно было, конечно, когда твой дождь залил, да, и автобус чуть не перевернулся в секрет. Перевозчик говорит, выходите, люди вышли, потом проехал, сел. Ну, это же по безопасности, это большая проблема. Но каким-то образом решается вопрос со строительством дороги, с ремонтом существующей дороги, через областные власти? Областные власти у нас, смотрите, сейчас выделили определенную сумму. Мы сейчас сделаем у себя порой. Это сколько? Миллион шестьсот. Это немного, конечно, но ямковый ремонт... На дорогу? Миллион шестьсот гривен? Да. Я боюсь спросить, что вы собираетесь, какой кусок дороги вы собираетесь за эти огромные деньги отремонтировать? Покрасит белый бордюр, да и все. Владимир Гройсман заявил о том, что государственный бюджет выделит на Одесскую область, на населенные пункты Одесской области дополнительную субвенцию, если не ошибаюсь, 11 миллионов гривен. Вы рассчитываете получить какие-то дополнительные деньги? Смотрите, мы писали письмо, это коллективное письмо, было несколько районов, Кодома, Красные Окны, Котовск, мы говорили, трасса Р-33. Мы название придумали, там, аграрный шлях, который должен быть, и должны дороги, на него должны вылить деньги. Но пока это рассматривают. И нам пришло письмо, что это включили план на следующий год. Ну, возможно, сейчас как раз будут принимать бюджет. А какой бюджет вашего района? Сколько вы получаете от областного совета? Всего, вам общий сказать бюджет? Да. Всего 120 миллионов. Наши местные 15. Буквально на минутку прервемся и перенесемся в страну агрессор. Уж извините, у нас на телефонной связи адвокат украинского журналиста Романа Сущенко, который был задержан в Российской Федерации и подозревается в шпионаже. На связи Марк Фейгин. Марк, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то новая информация? Традиционно задаем вам этот вопрос, учитывая, что последний раз, когда мы с вами разговаривали, вы говорили, что в среду будет закрытое заседание по Роману Сущенко. Как прошло заседание, какая есть информация? Не, оно сегодня прошло, в четверг, не в среду. В среду я с ним встречался просто. А, ну вот, сегодня прошло заседание по обжалованию в апелляционной инстанции, по моей, значит, жалобе на решение суда первой инстанции об избрании меропрещения в виде ареста для Романа Сущенко. Ну, прогнозируемо Московский городской суд отклонил жалобу, так сказать, к сожалению, мотивировочной части я не видел, поскольку они удовлетворили мою ходатайство, ну, фактически удовлетворили, я заявил его о том, что пригласили журналистов на оглашение постановления Мосгорсуда и действительно на вводную и результивную части пригласили журналистов, и они таким образом сумели увидеть Романа Владимировича в аквариуме. Вот. И мотивировочная часть, поскольку дело содержит государственную тайну и является закрытым документом, я получу через три дня. В Московском городском суде канцелярия мне его выдаст. Вот. Действительно оставили в силе до 30 ноября, когда истекает двухмесячный срок содержания под стражей Романа Сущенко, он там будет находиться. Все аргументы, которые сторона защиты в моем лице привела в качестве доводов об изменении меропрещения на любую, не связанную с содержанием под стражей, ну суд, видимо, проигнорировал. Хотя я считаю, что нарушены были нормы уголовно-процессуального кодекса и в части права моего подзащитного Романа Сущенко на консульскую поддержку, поскольку когда его задержали 30 сентября, консул к нему не пригласили, он только через полторы недели к нему попал. Соответственно, на суде, который занимался вопросом избрания его меропрещения, соответственно, с инкриминированной статьей 276, шпионаж, его представлял интерес адвокат по назначению, а не адвокат по соглашению. Равно так же большие вопросы остаются собственных протоколов о задержании Романа Сущенко, время там с нарушениями фиксировалось, так сказать, уголовно-процессуального кодекса. Дело в том, что такие суды по арестам, да, по мерам пресечения, они же как бы не разбирают вопрос по существу, как вы понимаете, они только рассматривают процессуальные, наличие процессуальных нарушений, которые могли бы в случае жалобы изменить, собственно говоря, законность и обоснованность избранной меры пресечения в виде ареста. Вот, к сожалению, суд не стал, так сказать, внимать моим доводом и оставил решение первой инстанции в силе. Марк, у меня к вам два вопроса. Первый вопрос, как в настоящий момент чувствует себя Роман, хотя недавно я об этом интересовался, тем не менее переспрашиваю. Да нет, ничего не изменилось. Роман чувствует себя хорошо. Сегодня его видели журналисты. Роман Цымбалюк из Униана даже с ним как-то попытался перемидиваться или что-то перекрикиваться. Вот, они друг другу как-то... Скажите, насколько он в курсе того, что происходит в мире, насколько информационное поле ему доступно? Ну, отчасти, отчасти, потому что у него в камере телевизор, вот, но там, конечно, российский канал, там вашего канала нет, так что там у нас пропаганда льется, как... Есть ли у него, стесняюсь спросить, интернет? Нет, вы что, откуда, это же тюрьма. Так, хорошо. И у меня еще вот второй вопрос, о котором я хотел, о котором я говорил. Имеет ли смысл сейчас злить, не знаю, российского фемиду, в кавычках, фемиду, попыткой вытащить его досрочно? Может, имеет смысл досидеть уже до срока двухмесячной официальной возможности задержать его, и потом он выйдет автоматически? Нет, вы... У вас все тут смешалось, кони и люди. Смотрите, это всего лишь арест, идет предварительное следствие, ему предъявлено обвинение в шпионаже. И на самом-то деле, через два месяца его никто не освободит, а арест продлят. Вот я как раз в этот момент, у меня ничего не спуталось, я как раз в этот момент хотел уточнить, насколько они серьезно настроены, насколько это уже не пахнет фарсом. Потому что я все-таки думал, что может это хоть какая-то шутка, может разберутся и отпустят, как говорят в фильмах. Нет, что вы, такого здесь не бывает, это исключено. Если кого-то взяли, уже все, не отпустят. Так не бывает. Доведут до суда и так далее. Сейчас вопрос стоит не так. Вопрос стоит, что нужно подготовить все к обмену, Роман Владимирович Сущенко, на кого-то из тех, что из числа российских граждан содержится в Киеве, так сказать, взятые в плен там на Донбассе или сотрудники спецслужб, надо эту работу делать. А, так сказать, фантазии здесь на предмет того, что российская власть возьмет из гуманитарных соображений, возьмет раз и отпустит, это невозможно абсолютно. Ну, в Украине так и делают. Марк, не могу вас не спросить, вчера рассматривали в России также дело двух украинских политзаключенных Корпюка и Клыха, и туда приехала экс-политзаключенная Российской Федерации Надежда Савченко. Как вы к этому относитесь? Ну, понимаете как, я уже комментировал это не раз при всем том, что я не очень хочу это делать, но просто это затрагивает всех украинских политзаключенных в России. И поэтому я считаю, что вот то, как был обставлен этот визит и то, как его организовывали, по-видимому, люди, втянувшие Надежду Савченко в это во все, оно сыграло скорее негативную роль. Вы понимаете, вот я выступаю и говорю, что не надо приезжать украинцам в Россию, вас здесь могут арестовать. А приезжает Надежда Викторовна, депутат, делегат, ну и понятно, с ее камбэком, так сказать, вот с ее двумя годами, обменом, незаконным пересечением границы, понятно, абсолютно невиновный человек. Но именно в эту Россию, которая ведет войну с Украиной. И у людей возникает ложное чувство, что здесь безопасно, что раз Савченко не берут вот такого человека, то и мы поедем. И потом происходит вот то, что произошло с Романом Сущенко, понимаете? Вот это играет негативную роль, потому что контекст ее приезда был абсолютно негативным. Дело в том, что Роман Клых и Карпюк участвовали в апелляционной инстанции из Грозного по видеоконференц-связи. Лично вообще там быть не могло. Какой-то поддержки непосредственно оказать она не могла. Здесь скорее был какой-то пиар-ход в пользу того, чтобы привлечь внимание к процессу Карпюка и Клыха. Но ведь суд в любом случае, как это и прогнозировалось, оставил решение суда первой инстанции в силе. Они получили 22,5-20 соответственно. Поэтому с этой точки зрения это был холостой визит. Но он создал ложные иллюзии. При том, что сама Надежда Викторовна человек искренний. Она, наверное, так думает, что так можно помочь. Но это очень неуклюже ее понимание. Так нельзя помочь. Так это не работает. Марк, скажите, а как визит Надежды Савченко был воспринят в России, пресса, оппозиция, граждане? Ну, граждан вообще никто не спрашивает. Ну, из тех, которых вы знаете, например, в личных беседах. А пропаганда вовсю разматывала эту тему. Даже Песков это прокомментировал. Чуркин прокомментировал. Сказали, смотрите, как у нас все хорошо. Никаких претензий. Человек приехал, уехал. Никаких проблем. Они-то как раз за это очень схватились. Очень. Ну, почитайте «Известия», почитайте «Коммерсант». Была мощная статья. То есть, это все пропагандистские издания, которые как раз-таки пытаются продемонстрировать, что если юридические вопросы урегулированы, то никаких проблем нет, опасностей нет, что в России вообще безопаснее, чем в Украине. Это именно так подавалось. Ну, честно говоря, мы здесь в Украине именно такой реакции от российских СМИ ожидали. Марк, благодарю вас за то, что, как всегда, отозвались на наш призыв поработать вместе. Как всегда, передавайте Роману Сущенко привет из Украины. Скажите, что его возвращение ждут в каждом городе. И спасибо вам за то, что защищаете наших украинских политзаключенных. Всего вам доброго. Возвращаемся в студию. Дмитрий, буквально последний вопрос к вам. Все-таки хочется в конце позитива. Какие планы на будущий год по работе в Захаровском районе? Поднять социальную жизнь. На самом деле, молодежь заинтересовать жизнью в нашем районе и остаться на некоторое время там. А есть ли план, как это сделать? Да, знаете, не общий план, но по молодежи. Потому что за молодежью и будущее. Мы хотим молодежный центр по модели Европы, особенно как Польша. Я недавно приехал с Польши, посмотрел, кто действует. Сейчас мы вот это делаем. Что это за модель? Модель будет, где молодежь может собираться свободно, без курения, без алкоголя. У них будет тренажерный зал спортивный. Мы сейчас делаем. И сейчас также у них будет центр с тем же мультимедиа, с тем же тренингами, мотивационными программами. Подключим за TEDx. Вы же знаете, это, который сейчас онлайн-тренинги ведет, там мотивирует молодежь. Ну, вот таким образом пока. И второй, сейчас к нам зашел новый предприниматель, можно так сказать, крупный. И мы хотим поговорить с ним, чтобы он сделал там 20-30 рабочих мест для молодых людей по возможности. Дмитрий, успехов вам в вашей работе. Благодарю за то, что приехали к нам в студию. Напоминаю, у нас в гостях был Дмитрий Франчук, председатель Захаровской районной государственной администрации. Мы передаем слово Ксении Терзи. Она ознакомит вас с последними событиями, которые происходят в эти минуты в Одессе. После вернемся в студию. Ждем в гости Татьяну Кривулу. Будем говорить о социальной сфере и об области. Оставайтесь на Думской ТВ. Будет интересно.